Всем привет, друзья! С вами Анядзука, и в этом видео мы прольем немного водички на события касательно Mortal Kombat 1, а точнее трейлера Куан-Чи, который вышел недавно. Да, с небольшой задержкой записываю это видео, ну, лучше поздно, чем никогда, я считаю. Мы на канале, на нашем на лайв канале, где проходят стримы, посмотрели в прямом эфире этот трейлер, там уже его обсудили, да. И спустя какое-то время я вот перевалил, решил записать уже водяное видео для вас, плюс я еще посмотрел интервью с Эдом Буном на бразильском Комик-Коне. Так что давайте, ребят, вы ставите лайкус, и мы начинаем. Итак, включаем этот трейлер с Куаном Чином, и смотрим, что здесь происходит. И обсуждаем, что я тут приметил интересненького. Куан-Чи, что я мог приметить, да. Куан-Чи, Камелеона. Короче, два интересных персонажа камео получается. Все немножечко замедлено, как обычно. Ну, в общем, сразу интересная фишка. Куан-Чи такая основная получается, да, это порталы. Порталы из другого мира, откуда он призывает разных существ. Там, типа, тентакли разные вылезают, черепа, скелеты. Вот этот сзади у него портал, видите, там прям это... Какой-то ктулху вылезает. Ну и боевочка сразу мы видим, у него идет лоу-атака. То есть комбо начинается с нижней атаки, то есть, скорее всего, миксапы жесткие. Вот тут, видите, нога из порталов этот оверхед, а сначала нога низко идет. Ну и сразу мы видим тут использование Хамелеона, да, использование камео. Там различные фишки, да, давайте я еще чуть-чуть назад отмотаю. Различные фишки тут можно приметить. То есть Хамелеона это персонаж, который переключает стили. Тут мы видим Мелина, Джейд и Китана стили здесь, получается. Три стиля, получается, здесь, судя по трейлеру. Только, на самом деле, ну, наверное, так три и будет, да. И надеюсь, что они будут переключаться вручную, так же, как этот... Как и Тремор, типа, да. Вот она ауру сделала ему сейчас, да. Иммунитет против Прожектайл. Вы видите, Прожектайл она тоже свой выпускает, который обратно летит, этот Разоранг, и тоже противника цепляет. То есть, типа, как у Сарина наподобие, да. Только у Сарина она два вперед выпускает, а тут один. Ну, может быть, будет какая-нибудь еще сильная версия, не знаю. Мелина кувырок делает, пожалуйста, свой, да. Ну, типа, Камелеона делает кувырок Мелина, и, пожалуйста, выход на комбо, да. Китана с веерком. Череп с воздуха такой же, как примерно в Mortal Kombat X. А это анимация захвата идет, видите, в виде Джейд. Тут, я так понял, три разные анимации захвата на каждого, получается, на каждую версию Камелеоны. То есть, Джейд свою сделала, ну, зависит от того, в кого там, чей стиль выбран, короче, да. Вот, неизвестно пока, как будут стили переключаться. То есть, так же, как у этого, у Тревора, или, может быть, рандомно, типа, что-нибудь. Ну, я сомневаюсь, что рандомно. Так что, я думаю, что можно будет переключать их самому. Так, клетку он призывает. И сзади, смотрите, портал. Мне кажется, этот портал сзади, это что-то, типа, стойкий, да. То есть, он эти черепа может пускать, когда портал тут включен. Я думаю, сейчас была усиленная версия черепа, который телепортнул наверх, короче, да. То есть, выход на комбо тоже идет. А вот сейчас был, типа, захват анимации Китаны, да. И вот сейчас Китан сзади веером подбросила его, типа. То есть, какой-то специальный подброс, чтобы высоко прыгнуть. Ну, то есть, вроде как, много интересных фишек получается. Больше внимания, правда, сейчас, наверное, уделил этим камео, но по кванчи видно, что он интересный тут. То есть, я как бы не ждал его особо, но тут вижу, что он по боевке как-то выглядит интереснее, чем тот же Omni-Man, например, да. Ну, то есть, красивше как бы, разнообразнее. Много всяких фишек с этими порталами. Ну, вот эта вот фаталочка стекольная, конечно, я думаю, никому не понравилась, да. Это было бы актуально, если бы в игре была арена под названием «Стекольный завод», и там можно было сделать стейдж фаталити. Но к чему это, вот эта книга в исполнении Куанчи, я не понял, честно, ребят. Если вы поняли, то пишите в комментариях. Вот, ну, в целом, короче, я персонажем доволен. Кстати, да, вот можно посмотреть, релиз 14 декабря, релиз Куанчи, а «Камелеон» выйдет где-то в начале января. То есть, как здесь написано. Ну, как и ожидаемо, да. Ну, и вот тут вот такой вот, типа, тизер, да, следующего персонажа сразу же. То есть, выйдет следующим у нас миротворец в исполнении Джона Сины. Вот, короче, посмотрел я интервью этого Буна вот в Бразилии, и он там сказал, что Джон Сины сам озвучил персонажа миротворца для игры. Вот, все путем. Будет даже, типа, фирменный танец из сериала «Миротворец». Ну, если смотрели сериал, то там в начале каждый раз, как серия начинается, там идет такой фирменный танец «Миротворец», и другие персонажи там вместе танцуют, короче. Ну, не знаю, как они тут реализуют. Может, просто в виде дразнилок, или там поза после «Бруталки», например, он будет танцевать. Ну, а может быть, это будет во время «Фатал Блоу», ну, в общем, не знаю. Ну, это забавно, такие вот, внимание к деталям. Мне, кстати, вот тут из «Комбат Пака», наверное, миротворец всех интересней. Вот, по крайней мере, среди гостевых персонажей. Ну, вот, скажем так, Куан-Чи тоже удивил. Удивил. То есть, реально красивую боевочку сделали. Интересно будет это дело опробовать. Ну, видно, что миксапы вниз-вверх, телепорты. То есть, такая чувствуется жесткая штука. Не знаю, как там со стойкой, будет ли удобнее пользоваться. Ну, посмотрим, короче. Так что, пока, пока порадовал Куан-Чи. Вот. Ну, что еще интересного? Что еще интересного, это «Бун» нам наплел? Что мне запомнилось, да? То, что после первого «Комбат Пака» нас ждет какой-то сюрприз, нас ждет сюжетное продолжение, сюжетное дополнение, да? То есть, это было всем и так понятно по концовке основного сюжета, да? Что там, типа, оборванный, да, и что-то стоит ждать. Как «Авто» автомат, по-моему, называлось, Mortal Kombat 11. То есть, видимо, после «Комбат Пака» нас ждет сюжетное дополнение. Вот. И «Эд Бун» прям там говорит, что вас ждет большой сюрприз. Ну, он так каждый раз, правда, говорит. Ну, посмотрим, посмотрим, что же там будет интересного. Ну, еще ждать-то долго, в принципе, несколько месяцев. Ну, поживем, увидим. Сюрприз так, сюрприз. Вы главную игру допилите, сделайте в онлайне комнаты. Там, я не знаю, сделайте возможность выбивать эти кристаллы, валюту, да, в боевой лиге. Вот это было бы большим сюрпризом для нас всех, на самом деле. Сюжет для меня, как бы, не так сильно важен. Я поиграл и забыл, если честно, этот сюжет. А так, короче, что еще? Ну, пообещал, что эта игра будет поддерживаться дольше, чем остальные. Но это тоже мы каждый раз слышим, мне кажется, от него насчет поддержки. Вот, так что это тоже не удивляет. В принципе, на этом пока что, наверное, все. Вот, все, что хотел высказать. И вместе со зрителями на нашем лайв-канале все это дело смотреть. Ну, не все это дело, а вот именно трейлер сам, да. Мы сначала смотрели бразильскую версию, ну, с португальской озвучкой, со смешной. Потом уже смотрели английскую версию. Ну, короче, английская версия лучше звучит, чем португальская. Короче, это так себе что-то как-то там озвучено. Смешные какие-то голоса там подобраны. Ну, вот, а так в целом, в принципе, все. Кванчи мне, в общем, понравился. Не терпится будет за него поиграть. 14 числа опробуем, я надеюсь. Если все нормально там у них будет с серверами, с всеми этими делами. Ну, как обычно, если хотите все это в прямом эфире, то увидите, да. Заходите на наш лайв-канал, ссылочки есть в описании. Стримы почти каждый день. В МК сейчас часто играем. Ждем, короче. Ждем всех этих штук, которых нам Эд Бунн обещал. Наверняка будет 14 числа какой-то патч. Может, тут еще улучшат. Может, что-то в онлайне там, да. Они обещали там этот Wi-Fi-фильтр, там вот это все дела, кроссплей, да. Насчет быстрого добавления кроссплей я что-то слабо верю, да. Но в первую очередь, мне кажется, Wi-Fi-фильтр надо добавить. Ну, и все-таки добавить комнаты в первую очередь надо в игру. Как-то вот нехорошо без этого всего. Как-то отстало это выглядит. Вот. А в целом все нормально пока что. Вот. Кстати, да, прошли мы еще и второй сезон этого вторжения. Побили эту... Как ее? Вампиршу. В общем, тоже на лайв-канале есть видео-отрывок с финалом, короче. Так что захотите, смотрите. Ну что ж, ребят, на этом у меня все. Ваши мнения пишите в комментариях. Как вам Куан-Чи, как вам Камелеона. То есть мне понравилось и то, и другое. Хочется опробовать и его, и Камелео. Вот. Ну а ваше мнение в комментариях. Ставим лайки. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok